Здравствуйте, меня зовут Александр. Я психолог пространства общения и проекта «Семья в фокусе». И сегодня я хотел бы предложить метафору сезонов как инструмент, который помогает осмыслять то, каким образом вы подходите к планированию, то, каким образом вы осуществляете какие-либо задуманные дела, какие-то проекты. И эта метафора сезонов содержит в себе четыре сезона, мы все их прекрасно знаем, это весна, лето, осень и зима. И в чем ценность такой метафоры? Она может помочь увидеть паттерны, помочь увидеть какие-то привычки, может быть, какие-то пробелы, пропуски, которые могут быть у всех у нас в том, как мы подходим к осуществлению каких-либо дел. Я имею в виду любые изменения в жизни, которые вы делаете. То есть, например, проектом может быть поход ребенка в первый класс, или проектом может быть новые занятия с каким-то специалистом, или проектом может быть участие в какой-то организации родительской, или, может быть, что-то, что вы делаете дополнительно по работе. И проектом может быть ремонт, в конце концов. Сейчас мы перейдем к разговору про конкретные этапы, и будем на каждом этапе проводить какие-то примеры, говорить о возможных сложностях. И да, вы в это время можете осмыслять, замечать, размышлять про то, каким образом вы планируете, и где, может быть, эти сложности, да, похожие сложности есть у вас, а где, может быть, наоборот, вы знаете, что вы с этим очень хорошо справляетесь. Это тоже будет важно замечать по мере того, как мы будем проходить по всем сезонам. Первый этап – это весна. Весна – это время мечтаний, время планирования, время подготовки. И для этого этапа хочется отдельно, да, проговорить это. Важно некоторое пространство, то есть некоторая легкость, некоторая свобода. И, может быть, эта свобода, да, вокализована очень коротком отрезке времени, может быть, 10 минут, 15 минут в день. Но важно, чтобы вот на этих, может быть, даже коротких отрезках у вас была возможность отвлечься от всех насущных дел и, да, отключив голову, позволить себе фантазировать, позволить себе мечтать, опять же, позволить себе такой, да, полет мыслей, полет фантазии, который поможет максимально полно собрать картинку будущего проекта. И для этого этапа также важно, чтобы этот процесс мечтаний, обдумывания, да, подготовки не был вокализован в одном кусочке, в одном отрезке времени. Важно, чтобы у вас была возможность несколько раз подходить к обдумыванию, подходить к вот этому заголовому штурму, да, чтобы между этими этапами, между этими кусочками обдумывания было еще какое-то время для того, чтобы информация могла как-то улечься и чтобы вы могли с новым взглядом осмыслять то, что вы задумали в прошлый раз. Какие могут быть сложности в этом, на этапе весны? Первое и самое очевидное, что просто может не находиться времени или может не возникать состояние, в котором возможно мечтать, возможно, да, о чем-то размышлять, что-то с кем-то обсуждать, что-то планировать. И тогда самой первой, такой нулевой точкой, может быть, подумать, да, про то, что в контексте вы можете изменить, как создать для себя такое окошко, может быть, опять же, не очень продолжительное по времени, но где бы вы могли посвятить полностью свои мысли, мечтам, размышлениям, мозговому штурму, планированию, опять же, может быть, обсуждению с кем-то. То есть нулевой этап — это создать для себя такую возможность, где бы это стало возможным. Вторая очевидная сложность, что процесс мечтаний может куда-то очень далеко уводить, и тогда необходимо, да, проводить работу для того, чтобы какие-то вещи отсекать, какие-то вещи более детально, да, как-то упаковывать в реальность, то есть, да, соизмерять возможности и реальность. И на этом этапе бывает такой, такая сверхзадача сложная в том, чтобы отказываться от каких-то крутых идей, но которые не подходят, да, для конкретно этого момента, для конкретно этого проекта. И эти идеи можно отдельно фиксировать, откладывать для других проектов. Третья часть сложностей весны, она относится к тому, что весна может затянуться, и оказывается очень сложным переходить, да, от размышлений, от разговоров к непосредственным действиям. Какие здесь могут быть помощники? Можно ставить себе, да, ограничения во времени, дедвайны, и стараться какие-то части подготовки, да, осуществлять к этим срокам. Второй момент — бывает полезным, когда вы уже с кем-то делаете проект, бывает полезным, да, договариваться с этим человеком и заключать какие-то соглашения, брать на себя какие-то обязательства. Обычно вот такой, да, фактор внешний, он тоже способствует моменту перехода от разговоров к действиям. Этап лета — это, да, этап, когда мы непосредственно осуществляем задуманное, когда мы приступаем к действиям, когда мы самостоятельно или в команде подпринимаем какие-то шаги, которые ведут нас к цели, которые мы для себя поставили. И первое, что тоже хочется сказать, что есть люди, есть некоторый тип людей, которые имеют привычки, имеют такую тенденцию очень вспыхивать на этапе весны и резко задухать на этапе лета. И если вы относитесь к таким людям, то можно, опять же, на это обратить внимание и постараться распределить свою энергию, да, от весны к лету так, чтобы у вас оставались силы на то, чтобы уже непосредственно приступить к действиям. Второй момент в том, что можно, наоборот, очень сильно включиться в реализацию проекта и выпасть из привычных, рутинных, поддерживающих контекстов вашей жизни. Есть вещи, которые вы делаете регулярно и которые позволяют вам чувствовать себя хорошо. И очень важно не прекращать их делать, не жертвовать ими ради того, чтобы проект максимально быстро и максимально эффективно, да, достиг той цели, которую вы поставили. То есть, например, важно продолжать общаться с друзьями, гулять, отдыхать, да, даже летом, когда вы непосредственно в самом разгаре осуществления задуманного. И здесь можно еще подумать про то, что есть разные проекты, какие-то проекты, возможно, быстро осуществить, а какие-то проекты, да, как марафон, они должны быть растянуты во времени. И для этого, может быть, важно, если у вас есть тенденция к тому, чтобы ускоряться, важно это замечать и стараться, наоборот, замедляться. Если, наоборот, вы знаете про себя, что вы выпадаете из этого процесса реализации, то можно создать для себя либо контекст, который бы напоминал и помогал вам возвращаться в руслоосуществление проекта, либо, опять же, да, договориться с какими-то людьми, с вашими близкими или, может быть, с людьми, которые непосредственно тоже вовлечены в проект, которые будут своей активностью, да, как-то вас вновь включать и возвращать к тем задачам, которые вы поставили, о которых вы договорились. Переходим к осени, и осень — это время собирания плодов, время празднования, время благодарности тем людям, которые были с нами в проекте и тем людям, которые помогали нам косвенно, помогали нам чувствовать себя лучше в то время, пока мы этот проект осуществляли. И первое, да, о чем хочется сказать, что этот этап, он часто, в принципе, игнорируется людьми, то есть многим не приходит в голову, что по завершению какого-либо проекта им необходимо как-то отпраздновать то, что произошло, каким-то образом осмыслить, какую-то обратную связь собрать, возможно. Но это очень важный этап, и к нему нужно относиться так же ответственно, как и к весне, и к лету. И в том числе можно запланировать определенный праздник по завершению проекта, запланировать то, каким образом он будет осуществлен, кого вы пригласите на этот праздник, как вы будете этот праздник проводить. Например, это может быть просто, да, поход компаний, людей, которые были вовлечены в проект, в какое-то кафе. Это может быть непосредственный какой-то такой формализованный праздник с какими-то украшениями, может быть, с музыкой, песнями. Либо это может быть обсуждение, в котором вы вспоминаете то, как проходил проект, что было в его начале, что, о чем вы думали в тот момент, как вы его осуществляли, какие сложности, да, вы встретили, как вы с этими сложностями справились. И осмыслить также результаты, да, которые у вас есть благодаря тому, что все это произошло. Запланированное празднование в том числе может помочь вам в какой-то момент завершить проект. То есть либо завершить какую-то его часть важную и поставить некоторую отметку, подвести итоги. Либо в целом, да, подвести его к концу. Потому что бывает так, что лето может не заканчиваться. Также, если проект не был доведен до конца, либо он оказался не тем, чем задумывалось по итогу, то все равно очень важно, да, проводить этот этап празднования, подводить какие-то итоги для того, чтобы вот этот опыт, который вы получили в результате осуществления этого проекта, он смог быть использован в дальнейших проектах. Иначе может так получиться, что можно остаться вот в этом состоянии фрустрации и будет еще сложнее начинать следующий проект. То есть празднование, благодарности, собирание тех результатов, которые все-таки удалось достичь — это тот процесс, который помогает в том числе начать следующий проект. И четвертый сезон — зима — это как раз тот период, когда вы берете паузу, когда вы не беретесь за осуществление сразу следующего проекта, когда вы позволяете себе отдохнуть и в том числе не вовлекаетесь ни в какие другие проекты какой-то период времени, пока вы не почувствуете, что вы восстановились, что те ресурсы, которые были потрачены на этот проект, они были восполнены. Зима — это время, да, по сути, ничего не делывания. Это время, когда вы можете жить за счет тех, да, плодов, тех ресурсов, которые вы собрали благодаря завершению проекта. И действительно бывает так, что проекты наслаиваются и оказывается невозможным дать себе какой-то увесистый, да, вот этот период отдыха, но так или иначе этот отдых необходим, и в том числе его можно также планировать во время весны. И можно планировать именно тот вариант отдыха, который подходит вам, который вам нравится, который, как вы знаете, помогает вам переключиться, помогает вам отдохнуть и в какой-то момент почувствовать, что вы готовы начинать какое-то следующее дело, включаться в какой-то следующий проект, браться за что-то, что, может быть, вы давно хотели осуществить. В процессе, пока я говорил про эти сезоны, вы, вероятно, вспоминали себя в разные периоды осуществления каких-то проектов, дел и что-то отметили про себя, для себя. И, может быть, вы уже решили изменить что-то в одном из сезонов или, может быть, в текущих проектах какую-то корректировку сделать для того, чтобы не пропускать один из этапов или уделить большее внимание каким-то аспектам в каком-то этапе. И если это видео было для вас полезным, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на другие соцсети, другие проекты пространства общения и будем рады любой обратной связи.